А вот для юношей 2005-2006 годов рождения тренера Вишневской этот футбольный сезон можно считать успешным. В среду его воспитанники стали серебряными призерами чемпионата Киевской области среди юношей. На стадионе «Каскад» мы встретились с футбольной гордостью Славутича, которые за два тура до окончания зональных соревнований стали победителями в регионе Пивнич. Область поделена на четыре зоны, и каждая зона определяла своего чемпиона. «Такие явные наши соперники, которые нас преследовали, это Яготынь, хорошая команда, и Барисполь. Барбарий был тоже. Барисполь. В общем-то, я говорю, что все команды были очень приличные. Но, скажем так, я, честно, даже сам не ожидал такого результата, потому что очень сильно мы провели первый круг. Я посмотрел, пацаны проявили характер в некоторых играх, очень сильно, где-то даже переламливали игру. Особенно на выезде мы там один мяч выигрывали в той же Яготыня, один мяч выиграли в Барщевке, в Березане в один мяч. Ну, в общем, такие были игры очень напряженные. И на последних минутах буквально вырывалась победа там. Есть что вспомнить? Да, очень такой. И я понял, что пацаны, характер есть, все бойцовские качества присутствовали. Я просто этим доволен. Хорошо, а теперь вот о финальной четверке, о игре за суперкубок. Здесь кого бы ты отметил, как, с твоей точки зрения, они провели? Ну, полуфинал мы вышли, играли с хозяевами. Полуфинал, да, мы их обыграли 3-0. И тоже так равная игра была, пока мы не забили два гола. Потом, мы уже, да, с кисли наши было числено. Такое игровое преимущество уже было солидное во втором тайме. В конце особенной игры. Да, личный вопрос болельщиков, обычных, стандартных болельщиков, почему? Не первый. Ну, это легко объясняется. Мы играли в финале с Белой церковью. Вы видите население Славутича и Белой церкви. У них был, скажем так, более ровный состав по количеству и по качеству. Потому что замены были равноценные, все менялись. У нас, как бы, выходила основа играла. И менялись, да, только вынужденные замены приходилось делать. Так просто, ну, не тянули. Я первой игре давал там всем поиграть в конце игры, когда уже счет результат был. Мы менял, отдавал отдохнуть основным ребятам. Ну, а во второй игре они не дали нам шанса. Там такая хорошая, быстрая, все резкие, техничные. Понравились мне. Они, кстати, уже четвертый или пятый год подряд становятся чемпионами области. Постоянно, стабильно, хорошо, классно и уверенно сыграл Федоренко Егор. Он уже практически от нас ушел. Он уже в РУФК и сейчас на просмотре едет еще пару команд. Так что не знаю, где он будет, но у нас уже он вряд ли будет за нас играть. Ну, стабильно, хорошо сыграл, но Стратан Годенко Юра. Юра Годенко практически в каждой игре забивал нападающие. И в финальных играх он забил с пяти голов, четыре гола забил. То есть он, да, такой, единственная проблема в школе у меня с дисциплиной. Поэтому, да, будем работать над этим. Ну, футболисты они всегда были немножко хулиганисты. Да, 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 да. Это есть без этого. Но там же есть принцип, не допускать тренировки, не беру на соревнования. Там же есть с неблагопадщики. Стараюсь, стараюсь. Конечно, мы пообщались и с самими юными спортсменами, поинтересовались, как им удалось достигнуть этой футбольной вершины. Ну, команды были очень хорошие, было с ними очень тяжело играть. Ну, все были достойные игроки. Все достойные? Да. Ну, вы, получается, достойные на втором месте, да? Ну, да, там команда оказалась чуть сильнее нас. Чуть сильнее вас. Такие вообще бывают? Думали о том, что такие команды бывают? Конечно. Конечно, да. Ты чем доволен в финале? Да, в финал понравился очень. Интрига, все. Интрига была? Болельщики. Болельщики были? А за вас болели вообще кто-то или нет? Ну, только за местных болельщиков, да? Да, в основном за местных, за Песковку. А вы были уверены, что вы первый полуфинал пройдете? Тренеры говорили, что тяжело, как и начали, но потом. В полуфинале мы надеялись, что выйдем в финал. Хотели очень сильно. Потом, когда вышли в финал, расслабились трошечки. Половина команды расслабилась. То есть посчитали, что дело уже сделано, да? Ну, да, там просто вышли такие, ну, маленькие. Они думали, что ничего не сделают, а оказалось-то наоборот. Ну, хорошо. А в следующем году как будет? Ну, надеемся, что выиграем. Безусловно, стоит поздравить ребят. Стать вторыми в Киевской области в одном из самых продвинутых видов спорта в футболе. Это действительно серьезное достижение. И стоит пожелать удачи и в следующем году тоже дойти до суперфинала. А там победить. А в конце встречи мы, естественно, поинтересовались у Александра Вишневского и его прогнозом на чемпионат мира по футболу. Сложно сейчас сказать. Такие все, да, неожиданные результаты, напряженные игры. Я даже не знаю, я никогда не предугадываю. Всегда не угадываю. Команд, которая доберется с той точки зрения до полу. Ну, это европейские, европейские, да. Я думаю, что еще Бразилия прибавит. Если они не будут пижониться, так как они играли. Да, было не очень. Да. Соберутся где-то настроиться поинтереснее. Ну, вот такие вот. А так немцы, как всегда. Я думаю, что они еще, как правило, набирают от игры к игре. Да, они усиливаются. Да. Испания, Португалия, Франция еще тоже еще. То есть, традиционная пословица о том, что футбол играют. Многие страны побеждают, а какие-то нет. Да, да, да.